Сегодня у нас очередное заседание Ну, наверное, третье чтение, второе и, может быть, один-два первого Но хотелось бы о другом Вы знаете, что сегодня состоялось историческое событие Вчера завершены выборы и все референдумы, все четыре субъекта подтвердили очень горячее желание вступить в состав Российской Федерации Но, с моей точки зрения, это только начало пути Почему? Потому что, ну, можно проводить референдумы Но, с нашей точки зрения, вот военная операция специальная, она высветила все проблемы, которые нам принес Сердюков То есть мы считаем, что надо носить поправки в закон об обороне В закон о мобилизационной подготовке И возвращать эту ответственность вообще-то Министерству обороны, Генеральному штабу, как это было ранее В противном случае будет так, как сейчас Собрали всех, кого поймали Одели всех, кого смогли И в результате получается, что 15 субъектов доноров могут с иголочки одеть А остальные субъекты, которые через пень-колоду финансируются, уже победнее А некоторые совсем одеть Мы считаем, что это обязанность государства И государство обязано экипировать всех одинаково Платить всем одинаково И защищать всех одинаково А так у нас кризис случился Все помогаем банкам триллионами Как только надо простить тем, кто их защищает То у них трудности, претензии, всякие возможности Об этом мои коллеги скажут попозже Но хотелось бы еще о двух вещах сказать Нас просто возмущает поведение пятой колонны Которые, с нашей точки зрения, просто не хотят пока разбираться Ни в администрации президента, ни в правоохранительных органах Вот очередное подметное письмо Которое якобы от Геннадия Андреевича подписано Хотя подпись фальшивая Ну бланк седьмого созыва, а дата 27 сентября якобы вчера Что якобы фракция КПРФ просит принять закон Который освобождает депутатов и их родственников от призыва Это ложь и клевета Потому что мы и наши члены партии Воюют на Донбассе с 2014 года в качестве добровольцев Не имея никаких гарантий, понимаете? И в данной ситуации мы считаем, что спецслужбы, а мы то, что было распространено в газетах Двух, Комсомольской правде и в Известиях Мы передали в Следственный комитет, как и вот это Потому что мы считаем, что вот это подлые подметные письма На самом деле подделка документов Если берется бланк официальный, подделывается подпись То с нашей точки зрения, вот это точно сотрудник или сексот ЦРУ, понимаете? Или МОСАДА Поэтому мы считаем, что с ними надо бороться в первую очередь Потому что мы выступаем за мобилизацию общества За мобилизацию промышленности Иначе нам не устоять Сегодня будет рассмотрено 53 планируется законопроекта Но я думаю, как сказал Николай Васильевич, до многих дела не дойдет Одним из самых важных обсуждаемых является, безусловно, введение кредитных каникул Для тех лиц, которые были мобилизованы в ходе последней волны И освобождение от выплаты кредита и их, и членов их семей И тех, кто находится у них на иждивении в случае их гибели Во время специальной военной операции Безусловно, мы поддерживаем данный законопроект Единственное, конечно, что способ решения проблемы за счет прибыли банков Может столкнуться со значительными сложностями Потому что наши банки получать государственную помощь они любят А вот что-то либо отдавать действительно нет Поэтому не исключено, что будет сдувание процентов для всех остальных Не исключено, что появятся дополнительные варианты страхования риска Поэтому мы будем, конечно, обращать внимание Центробанка На жесткий контроль за подобными явлениями, с одной стороны А с другой стороны, на возможный пересмотр в будущем Как вариант страхования для этой группы граждан И как раз вот от подобного рода действий То есть от неуплаты кредитов и от других неблагоприятных последствий Кроме того, вчера фракция вносила три протокольных поручения очень важных К сожалению, они все были отклонены Первое протокольное поручение касалось запроса информации у правительства Российской Федерации В связи с тем, что за первые полгода Экспорт из России различного рода стратегических товаров в США Вырос практически в полтора раза Это титаны, это обогащенный уран, это металл Это многие другие стратегические ресурсы Которые используются в том числе для производства оружия Это оружие иногда, как вы понимаете, из США попадает в том числе и на Украину И поэтому допустить сегодня, чтобы за счет наших материалов За счет наших денег, а я уверен, что та конфискованная часть 300 миллиардов долларов Она тоже будет пущена в это дело Были бы нанесены дополнительные потери нашим войскам категорически нельзя К сожалению, Государственная Дума отказалась принимать это протокольное поручение Поэтому его в виде депутатского запроса сформировали Точно так же мы вчера выносили протокольное поручение На имя правительства Российской Федерации С требованием объяснить необходимость повышения тарифов На ЖКХ второго повышения в этом году на 9% с 1 декабря На наш взгляд, абсолютно необоснованное действие В условиях, когда падает покупательская способность И реальные доходы населения В условиях, когда эта мера способна схлестнуть дополнительно Подхлестнуть дополнительно инфляцию с одной стороны И уменьшить потребительский спрос Эта мера вредна Ну и плюс тому и непопулярна Большому сожалению, на это протокольное поручение Тоже было отклонено в виде депутатского запроса Сегодня будет сформулировано Ну и третий вопрос очень болезненный Это вопрос порядка категорий Очередности призыва вот в эту частичную мобилизацию Огромное количество нормативных актов Которые сегодня действуют К сожалению, тонет в том потоке неправильных решений В различном толковании правоприменения Поэтому мы со своей стороны просили через Государственную Думу Запросить, через Комитет Госдумы Запросить соответствующую информацию И все эти нормативные акты для того, чтобы депутаты Государственной Думы Могли четко, понятно контролировать принятие решений К большому сожалению, нам тоже было в этом отказано Повторяю, это создает дополнительные риски Коррупционные, в том числе и Возможность для подобных проявлений в наших военкоматах Сегодня в Государственную Думу 28 сентября Правительство должно внести Бюджет Российской Федерации На 23 год К сожалению Та же команда Те же гарвардские мальчики Никак не уходят от рекомендаций Международного валютного фонда Стартовые позиции бюджета 23 года 300 миллиардов долларов замороженных ресурсов По оценкам Центробанка до конца 2022 года Будет вывезено из Российской Федерации Порядка 243 миллиардов долларов Вы посмотрите, какие суммы Уходят из экономики Российской Федерации И, к сожалению, правительство не принимает никаких мер для того, чтобы эти средства работали на нашу экономику Посмотрите, следующий вопрос Правительство Российской Федерации расписывается в беспомощности Когда мы задаем вопросы о тарифах и о стоимости угля Стоимость угля для граждан увеличивается А правительство не может внести коррективы Ну и законы сегодня принимаются неактуальны Нам кажется, что закон об ответственном отношении к животным, конечно, важный Но надо смотреть закон об ответственном отношении к людям В Ростове-на-Дону, Гривошликовске 4 В зиму люди идут, расселяют дом Отключили им электричество, газ, воду И вот это отношение к людям во время специальной военной операции Чиновники должны понять, что ситуация немножко другая, она быть более человечной Наша фракция всегда настаивала на том, что суверенитет и независимость России Ее успех в противостоянии НАТО и Западу Могут зиждеться только на сплоченности народа На малонаритности страны и крепкой экономике Сегодня очень важный вопрос Изменить морально-психологическую атмосферу в стране Поэтому нам нужна не только мобилизация в армейском смысле Нам нужна действительно мобилизация общества Нам нужна мобилизация сознания, мобилизация духа Об этом говорит лидер нашей партии Геннадий Андреевич Жюганов Об этом говорит и Русская Православная Церковь Важную роль в том, чтобы обеспечить перевес над ценностями пятой колонны Которые насаждались в течение 30 лет в нашей стране путем различных реформ Важную роль должна сыграть система образования и воспитания Мы считаем, что она была также разрушена и деградировала в течение длительного времени И работала не на укрепление страны, а на то, чтобы мы были более слабыми перед лицом Запада Который всегда рассматривал нас как колонию, в лучшем случае как сырьевой предаток Наша фракция давно внесла и много раз перерабатывала, перевносила законопроект Образование для всех, где комплексно решаются все эти вопросы Связанные с воспитанием, обеспечением учащихся и педагогов К сожалению, пока он не принят Мы настаиваем на том, чтобы этот закон был рассмотрен Потому что он, будучи принят, обязательно внесет свою лепту в укрепление страны В обеспечение уверенного будущего Пока не принят закон в целом, мы идем частями Сегодня в порядке работы Думы есть под номером 42 законопроект Касающийся системы образования и касающийся, в частности, применения ЕГЭ Этот законопроект восстанавливает справедливость по отношению к тем и российским гражданам Еще молодым, которые до 1 января 2009 года окончили школу И они не могли просто сдавать ЕГЭ И теперь мы предлагаем, чтобы им дано было право на основе вступительных испытаний Форму которых определит сам ВУЗ Без ЕГЭ они могли поступать в высшие учебные заведения И, естественно, что все это требует постоянной работы И, естественно, это требует нашей собственной самомобилизации Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова